Здравствуйте! Итак, это игра Клондайк. И у нас несколько раз, там, не знаю, сколько приходит такое задание. Найти жилу. Ну, оптимальный вариант. Это собака, которая нам помогает. Но если её нет, то это, конечно, чуть-чуть сложнее, но всё реально. Во-первых, надо для этого, чтобы сосед был у вас нанятый. Если вы соседа не наняли, то вы не сможете копать у него жилу. А это условия. Для таких занятий я всегда выбираю игроков на маленьком уровне. Объясню сейчас почему. Потому что чем меньше уровень у игрока, тем меньше у него всяких построек. Да, я понимаю, из-под камнями тоже бывают жилы, но проще найти жилу под каким-то строением. Когда этих строений не очень много, скажем так, тогда больше шансов. Да, есть собака. Вообще шикарно. Нажала, она вам нашла, и всё замечательно. Но если вот собаки нет, как вот у меня сейчас, а по заданию жила есть. Всё бросаем и начинаем искать, называется. По-любому, если вы найдёте у любого соседа, он у вас не закопан, пока вы его не... вернее, не наняты. Пока вы его не наймёте, вы не сможете копать жилу. Поэтому я сразу изначально выбираю варианты соседей, которых я наняла. Ну, вот скажем так, у этого соседа мне дико не повезло. Никаких жил. Иду, получается, листаю всех ещё, у кого можно копать, и в то же время, кто у меня нанят. Тут, видите, уже посложнее, потому что тут уже... Никто не говорит, что вы три раза копнёте, и вот вам жило. Надо много-много нажимать всего по одному разу. Ну, и тогда, как говорится, нам обязательно повезёт. Удача нам улыбнётся. Видите, в прошлый раз мне не повезло. Я пошла к этому. Видите, мост ещё не открыл. Значит, дальше дороги нету. Хотя бы в этаке варианты, что у человека ничего не закопано, и в принципе жилы нет. Это тоже надо рассматривать. Заборчики, всякие цветочечки. Всё вот это вот. Надо нажимать. И тогда обязательно повезёт. Прошла я ещё два человека безрезультатно, и не поверите, нашла она, конечно. Что-то явно сегодня не мой день. И с кладами мне не очень. Да, тут коллекция хорошо копается. Ну, знаете, можно искать, можно нет. Но когда есть задания, и найти надо обязательно, то не спать, не спать, копать, копать. Бывает такое, что у соседа у одного и сразу два клада. Бывает нет. Поэтому я так. А вдруг повезёт, продолжаю искать дальше. Тем более уже почти половина выкопана. Будем надеяться, что будет ещё один. Походу, ещё один клад не судьба. К следующему соседу зашла, один раз копнула и сразу клад. Кстати, посмотрите, задание выполнено или нет. То, что-то мне не очень так нравится. Клады искать без собаки. Всё, готово. А сейчас просто для сравнения вам покажу, что такое клад. Когда у вас есть собака. Она сама всё обыщет и сама всё найдёт. Мы просто стоим и ждём. Да, красота, но когда её нет, найти клад тоже реально. Ну, конечно, немножко подольше. Видите, как у нас собака ищет, ищет и прям никак. Нет, если бы клада не было, сразу сказали бы клада нет. А так мы нашли золотую жилу. Быстро и без особых усилий. Вот вам два варианта поиска жил. Попроще и посложнее. И на этом всё. До новых встреч.